Всем добрый день, дамы и господа! Как у вас настроение? В соли отлично, соли прекрасно в вашем мерочке! Сегодня мы с вами беседуем о том, как развить скорость при беге на длинные дистанции. То есть на дистанции в 21.1 километр и 42.2 километра. Соответственно, у нас есть три лайфхака для того, чтобы бежать быстрее. Первое, это бегать больше. То есть, чем больше вы бегаете в день, чем больше вы бегаете в течение недели, в течение месяца, в течение года, тем лучше ваши результаты. Второе, это бежать быстрее. Естественно, это достаточно логичная вещь. Если вы хотите бежать быстрее, то необходимо бежать быстрее. Однако же, тут необходимо задаться вопросом, что значит быстрее. Быстрее это означает, что если ваш целевой темп это 3.30 на километр, а вы сейчас бегаете по 5.00 на километр, то, соответственно, вы постепенненько так вот убираете пару секунд из вашего темпа. То есть, получается, что вы сперва бегали 5.00, вы его уменьшаете до 4.58, 4.56, 4.54, и таким вот образом доходите постепенно до 3.00. Лучше всего уменьшать по 5 секунд на километр в течение одной недели. То есть, одну неделю вы бегаете 5.00, потом 4.55, потом 4.50 и так далее. Так в целом вы сможете отследить свой прогресс. Третье. Это бегать и двигаться, и в целом вообще развиваться, вести активный образ жизни. То есть, чем больше вы двигаетесь, прыгаете, например, на скакалках, либо же, например, подтягиваетесь, либо же вы приседаете различным образом. Плюс также вы можете заниматься танцами, петь и различным образом прокачивать ваши мышцы всего организма. Соответственно, если вы это делаете, то вы тоже развиваете свои навыки беговые. Собственно, вы сможете бежать быстрее, потому что вы разовьете внутреннюю выносливость, которая у вас имеется. И плюс также станете чуточку быстрее, ловче, плюс также ваша координация улучшится, что тоже будет сказываться на ваших беговых результатах. Собственно, давайте же повторим. Три пункта. Первое. Чтобы бежать быстрее на длинных дистанциях, необходимо бегать больше, то есть увеличивать объем тренировок. Можно увеличивать по 5-10% каждую неделю. То есть если вы на этой неделе бегали 10 километров, на следующей неделе вы можете бежать 11, либо же 10,5 километров. Хорошо. Второе. Это бегать быстрее, то есть постепенно уменьшать ваш темп, чтобы бежать быстрее. И третье. Ну, то есть увеличивать скорость вашего бега. И третье. Это вести активный образ жизни. То есть заниматься танцами, прыгать на скакалке, плюс также плавать, кататься на велосипеде и прочие различные вещички, которые вы можете делать в вашей жизни. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам успехов и давайте побежать, друзья. Всем успехов. Пока.